Событие прошлого, которое заставляет почувствовать страх и ужас блокады Ленинграда. Без еды, без воды, в холоде и в бесчеловечных условиях сотни тысяч человек умирали, но не сдавались врагу. Трагические смерти блокадников навсегда останутся кровоточащей раной в судьбе нашей страны. В этом году исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день почтили память погибших и возложили цветы к вечному огню. Я считаю, что это память о них, пока мы живы, должны сохранить. Это для молодого поколения особенно о том, что наши деды, прадеды, несмотря ни на что, голод, холод, сражались, не отдали город врагу. Губернатор Ульяновской области Алексей Русский в день снятия блокады встретился с участниками событий в Ленинграде. Также глава региона вручил пяти ветеранам почетные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На сегодняшний день у нас в регионе проживают 39 блокадников. Изначально их было, конечно, гораздо больше, но время идет, время идет, к сожалению, уходят люди. Из этих 39 два человека награждены медалями за защиту Ленинграда, 37 человек медалями жителей блокадного Ленинграда. Двое из наших блокадников сейчас находятся на памятных мероприятиях в городе Санкт-Петербург. Всего в регионе прошло свыше 150 мероприятий, посвященные юбилейной дате. Среди них акция блокадный хлеб, трамвай памяти, различные лекции и фотовыставки. На данный момент на территории области проживает 37 жителей, переживших блокаду Ленинграда, и два ветерана Великой Отечественной войны, участвовавших в боях по освобождению города.